сейчас можно будет заняться кулисой и гидро насос с кулисы у нас тоже проблем на валу который включая передача выработка пластину сейчас я буду снимать это все разбирать наваривать этот вам обтачивать допустим вот так вот видите раз ну и так далее все разбираю разобрал кулису полностью вот у него работа вот у меня сальник в таком состоянии который вот он должен стоять корпус тут обломленный но это походу еще на заводе какой-то длинный был специально стоял там два коротких вот сюда вот с этой резинкой не знаю что делать либо новую закажу и поможет что-нибудь придумаем но сначала буду восстанавливать потом покажу наварил шток обточил уже все собрал на место тот сальник который у меня был порвана его не нашел поставил просто резину масло стоит так то выглядит чуть больше диаметром отреза круг там пас есть и поставил туда но он больше нужен как пыльник чтобы масло сильно не брызгала и вот посюда оно не далось можно я думаю вообще без него собрать ничего страшного не будет так вот покрасим крышкой раз крышка 2 тут вот у меня гужон есть такой под отвертку он у меня выкручен был он нужен для того чтобы фиксировал шестеренка то есть вот видно зафиксирован выключена включена под затянул и поставим тут красным сделал красиво сейчас буду ставить новый насос вот и 306 старый f306 направление вращения одинаковая пас под отвертку и взаимозаменяемый вроде бы немного отличаются по производительность но это не точно все сейчас поставлю покажу поставил гидронасос так вот работает крышки готовы установки осталось мне потом покрасить будет гидро распредел гидробак поставить колеса и начать собирать покрасил и приготовил ступицу к установке буду и ставить наоборот переворачивание то есть вот так чтобы расширить колею стояли вот так они покрасил гидробак с гидрораспределителя так заказал я ее отдельно заказал потому что мне нужно заливать масло сюда чтобы потом сто раз не делал я тут сейчас покажу я начал затягивать он видно лопнул опять сейчас я откручу померяю бортик вот этот вот ну и если он другой то заново отрегулирует дифференциал подшипники вернее пришла крышка в грунтовке в красной и уже покрасил черный цвет так крышку поставлю показывать уже не будут все то же самое и надо будет заниматься вот этим узком заменял крышку отрегулировал заново зазор на подшипников убрал одну прокладку поставил ступицы поставил новые болты сюда потому что сар старый у меня сорваны были расширил колею как уже говорил продолжая собирать покрасил поставил колеса на место поставим груза сделал такую защиту и такой компоновки колея у меня получается 1140 то есть стандартная междуряди 60 тут у меня получится 57 я оставлю так никакие поставки делать не буду это при том что колеса установлены правильно если их перевернуть а так наоборот это колесо перевернуть и поставить туда то сюда то еще на два сантиметра мы сыграем тогда получится 1160 но я оставил так потому что этого будет вполне себе достаточно сейчас буду ставить пробку вот она поставил такое кольцо прокладку юзитовская на 20 она идет так сейчас закручу и буду заливать масло масло по паспорту по моему то ли 10 или 12 литров меня в написано но я буду заливать прямо так на глаз грубо говоря посмотрю у меня есть 20 литров масла 1 десятки и 2 по 5 до 17 вот такое ну за нее ей скажу вам сколько залила покажу потом надо будет ставить все крышки так вот выглядит уровень когда 10 литров масла залито у нас сейчас минус 20 на улице сегодня 7 февраля масло очень густое это я так думаю однозначно сейчас еще залею 5 и посмотрим сейчас зайдем 15 литров давом и еще не достает но это еще немножко меня трактор так стоит коробка то есть перед немного выше тут до шестерней совсем не достает коробки передач там цепляет в общем я сейчас еще залью сначала два с половина литра но если чем может даже все пять залью потому что место тут достаточно пускай будет побольше масла чтобы лучше все смазывалось там покажу вылил все 20 литров и только-только вам дошло до волна масла это самая высшая . остальное все будет смазываться сейчас надо будет не забыть поставить пружинки шариками и надо будет ставить гидробак крышку с кулисой и крышку с гидромотором ой с гидронасосом поставил все крышки прежде чем вставить двигатель мне нужно сделать мягкое соединение как минимум его надо разобрать она вот скорее всего тут заводской и сделать ему ревизию потом покажу разберу разобрал мофту вот в таком состоянии выработка есть но она нирвана еще бы могла поработать болты с выработкой вот тут шпинты когда снял все гайки открутились от руки буду ставить новую доработал немного просверлил отверстие на 13 втулки у меня на 12 так как это резина на 12 а когда отверстие сверлил втулки не влазили на 13 просверлил они плотненько вошли сделал их на 2 миллиметра короче 22 миллиметра толщина вот этой втулкой вот этой резинки а втулки 20 миллиметров длиной муфта собрана затянул поджал все втулки посмотрим как будет работать я еще была мысль сделать сверху обойму железную по типу как на муфта на урале стоит на днепре на кардане трубы не нашел только подходящий по диаметру все либо большие либо маленькие тут у меня сто десять миллиметров диаметр от этой муфты поставлю так поставим муфту отрегулировал ее примерно чтобы она по центру было чтобы на одинаковое расстояние на шлице заходила с этой стороны и с этой стороны сейчас уже можно будет устанавливать двигатель но вначале его сейчас переверну и на поддоне посмотрю резьбы куда прикручивается подрамник что-то мне кажется одна резьба была сорвана сейчас переверну двигатель покажу вам положил на борт мотор таком состоянии резьбы резьба идет не сначала не видно в общем трогать их не буду вроде бы нормально сейчас будем устанавливать мотор установили двигатель на место лебедка на подстраховке висит там он на терке стоит сейчас буду заниматься им тут менять все шланги надо будет подкрасить где-то